Золотая середина в поступках и деяниях пророка Мухаммада, мир ему и благо От того, что почтенный посланник, мир ему и благо, по своему характеру был сотворен в самом уравновешенном состоянии и совершенном виде, его поступки и деяния были справедливы и совершенны. История его жизни, несомненно, показывает, что в каждом поступке он действовал справедливо, совершенно, избегая крайностей, следуя золотой середине. Да, благодаря тому, что почтенный посланник, мир ему и благо, полностью следовал божественному повелению «Фастақым кама умерт» «С той же прямо, как тебе повелено» Коран 11 сура 112 аят Во всех его поступках, словах и состояниях явно проявляется прямой путь истины Например, его разум постоянно действовал с точки зрения мудрости, являющейся золотой серединой и прямым путем, свободно от таких двух крайностей, как глупость – недостаток разума и хитрость – чрезмерное проявление разума, являющихся темнотой и испорченностью разума. Также и его чувство гнева проявлялось в святой доблести, являющейся прямым путем и золотой серединой этого чувства, далеко от таких его крайностей и испорченностей, как трусость – недостаток чувства гнева, и ярость – чрезмерное проявление гнева. Также и в своих чувственных желаниях он всегда руководствовался в степени целомудрия, честью и порядочностью, являющихся прямым путем для этих чувственных желаний, пребывая в чистоте от таких крайностей и расстройства этих чувств, как безразличие – недостаток чувственных желаний, и распутство – чрезмерность желаний. И так далее, во всех своих поступках, состояниях и принципах, то есть в Сунне, избрав золотую середину, прямой путь, он, мир ему и благо, избегал крайностей и расточительства, которые уводят во мрак и несправедливость. И даже в разговоре, еде и питье он руководствовался принципом бережливости и категорически избегал расточительства. Относительно подробностей этой истины написаны тысячи книг. Согласно смыслу «просвещенному достаточно намека», довольствуясь данной каплей из этого моря, остановимся на этом месте. О Аллах! Благослови и приветствуй, вобравшего в себя самый совершенный нрав. И у достойного секрета Корана «И поистине ты великого нрава». И сказавшего «Кто во времена смут моей уммы будет придерживаться моей Сунны, тот получит воздаяние тысячи шахидов». И говорят они «Хвала Аллаху, который вывел нас к этому. Мы бы не вышли, если бы Аллах не вывел к этому. Пришли посланцы Господа нашего с истиной». Коран, 7 сура, 43 аят. Субтитры создавал DimaTorzok